Четвертую серию уходящих вертецов первого сезона «Братки» снял Йохан Ренг. Кто бы мог подумать, что через 10 лет этот датский музыкант и клипмейкер снимет все 5 серий шедеврального Чернобыля, без преувеличения, на мой взгляд, лучший мини-сериал 2019 года, сколыхнувший всех своей достоверностью и отношением к деталям. К сожалению, далее Ренг так ничего и не снял больше для мертвецов, но лично в моем рейтинге лучших серий это наверняка будет где-то в первой пятерке. Шикарные планы природы и людей в ней, игра с светом и противопоставление плохого и хорошего. Четвертая серия несколько раз заставляла задуматься, зачем герои поступают так и получала неоднозначные ответы. Кроме того, четвертая серия стала самой первой серией, где наконец-то стало ясно, что зомби это серьезно. В течение первых трех серий ходячие хоть и казались страшными, но они не представляли угрозы нашему лагерю. Герои были где-то на скале, на возвышенности, а мертвые преимущественно в городе. И все казалось было нормально. Но этот покой, кажется, закончился. После трех серий относительного комфорта в лагере только с чисто человеческими конфликтами, начинается расплата за короткую потерю бдительности. Но давайте по порядку. Одним из самых интересных аспектов выживания в зомби-апокалипсе, например, является вскрытие истинных характеров персонажей. Условия могли заставить Дэрила на злобе взять да убить Тедога, когда он нашел руку брата. Но он этого не делает, потому что Дэрил глубоко внутри хороший человек. Поэтому же он идет выручается Риком Глена и не сильно так сопротивляется, когда Рик отдает браткам больше половины ружей. Ради пердунов, которые скоро кони двинут. Сколько им осталось? А нам сколько? В то же самое время апокалипсис открывает и внутренние таланты, невероятно классно, о которых раньше персонаж мог не знать. Пацан, а чем ты раньше занимался? Разводил пиццу. А что? Например, парень-разносчик пиццы Гленн на самом деле довольно проницательный тактик. Конечно, он мог перед этим играть долгие часы в Left 4 Dead, но по большей части он знает отлично эти окрестности из-за своей работы. Другим примером того, что кризис может сотворить с человеком, является Гильермо. Это стереотипный йоу-бич гангстер из GTA, хотя на самом деле он и его ребята, наверное, чуть ли не лучшие люди, которых судьба оставила жить. Как и Гленн, Гильермо до апокалипсиса был никем. Возможно, из-за расовых предрассудков он работал здесь всего лишь охранником. Но потом, когда начался ад, он, как и Гленн сейчас, показал, кто он есть на самом деле. Этих людей, стариков, персонал свалил, бросил их умирать. Только мы с Филипп остались. Он человек с большой буквы, тогда как другие сильные мира сего, вроде копов или военных, просто взяли и бросили стариков на произвол судьбы. Автор сценария этого эпизода сам Роберт Киркман. Он отлично показывает это противопоставление и похожие ситуации с Риком и Гильермо. Рик, помощник шерифа, а не сам шериф, сегодня и дальше должен будет нести ответственность за своих людей. Хорошо или плохо у него это получалось, но сама жизнь его заставила стать лидером. Ровно так же лидером по неволе стал охранник Гильермо. Оператор в этот момент показывает глаза Рика, явно давая понять, что он где-то внутри берет на вооружение слова Гильермо. И тут все полагаются на меня. Даже не знаю почему. Так же, как здесь братки защищают здания от мародеров, потом он будет защищать своих от разбойников, психов, маньяков и каннибалов. Пшивает мастерски здесь Киркман и кошмар человеческой натуры. Слабые здесь долго не живут, и поэтому нужен крепкий лидер, умеющий взять ответственность за всех. Лидерство Шейна оказывается недостаточно во время отсутствия Рика, поэтому из-за его попустительства ночью никто не следил за периметром лагеря, и начался кошмар. Слабая юная сестра Андреа Эми становится первой жертвой этой саги. Режиссер даже делает свою некую экспозицию для Эми в этой серии, с невероятно красивых, каких-то что ли райских кадров рыбалки, ее с Андреа в начале. Мы узнаем из диалога про узлы их отца, что Эми слаба, потому что даже до апокалипсиса она не знала, что такое рыбалка ради еды. Мы ладили рыбу, чтобы съесть, а мы нет. Мы всегда отпускали. И дальше эта неопытность и слабость Эми играет с ней плохую роль, причем символично, что в день ее совершеннолетия. Но зато Эми не зря прожила свой последний день и накормила своих друзей рыбой. Раскрывается в этой серии очень справедческой и от того жуткой стороны и Джим. Я долго думал, сказать ли просто, что раньше умели делать лучший сценарий и нас умели удивлять ходами. Его копание Ям с самого начала было очень интересным ходом сценаристов. Собственно, зачем? Можно ли сегодня представить человека-входячих, который просто ни с того ни с сего начнет копать кому-то могилы? Скорее нет, чем да. И это даже, наверное, хорошо. Потому что сегодня прошло уже 10 лет зомби-апокалипсиса. И сейчас по умолчанию остались самые сильные и морально устойчивые. Но в начале тогда и Эми, и Джим столкнулись с ранее невиданным. Эми из-за неопытности в принципе по жизни из-за возраста, а Джим из-за увиденного глазами. Я выжил только потому, что трубаки были заняты пожиранием моей семьи. Да, на месте Джима не каждый не то, что начал бы копать могилы. Большинство принципов там бы уже оказались. Стресс – страшная штука, способная сломить самого бесхребетного без должной опоры. И Джим, к счастью, каким-то образом столкнулся с Дейлом и другими здесь. Вообще, мне очень понравились здесь его слова про Рика Карлу. Твой отец крепче гвоздей. Ничто не помешает ему вернуться к вам с мамой. Обещаю. Вообще, эта серия, наверное, как и остальные в этом сезоне, особенно так сильно цепляет, потому что здесь нет какого-то одного общего врага на всех. Обычные люди со своими слабостями и недостатками просто пытаются как-то делить между собой быт. Никто здесь абсолютно точно не похож один на другого, как сейчас, например, в том же самом БХМ, где все герои превратились в одного сплошного Моргана. Шейн пытается держать лагерь, пока Рика нет и ночью обделывается. Жим теряет рассудок от пережитого и копает ямы. Андреа и Эми пытаются найти почву после Флориды, где остались родители. Дейл все еще заводит часы каждый день, несмотря на апокалипсис. Минусы тоже есть, куда ж без них. Конечно, многие скажут, что я докапываюсь, но все же. Нам вообще никак не раскрыли мужа Кэрол Эда. Да, ясно, что он напыщенный мужлан и сексист, что всегда обижал жену. Но даже у отрицательных мудаков бывают другие черты. Посмотрите хотя бы на Мерло в первых сериях. Эда же, что Драбонт, что Киркман абсолютно намалевали одними мазками. А в этой серии без лишних раздумий по Берму взяли да слили. Пересматривая эту серию сейчас, и хотя я знаю, что будет дальше, я все равно каждый раз ловлю себя на мысли, что я все равно ловлю здесь каждый диалог и пытаюсь смаковать буквально-таки каждое слово, сказанное персонажами. За временем надо следить, разве нет? Хотя бы за днями. Видно, мир изменился. Нет. Все как раньше. Слабым. Крышка. Глин у них. А может и Мерл? Мерл? Что за имя навозное? Я бы так собаку не назвал. Черт. Потому что каждое слово здесь попадает, что называется, в точку. То жалобы Эми на узлы, что страдания Джимми по умершей семье, что спишь Гильермо про отброшенных стариков, что философские рассуждения про время Дейла. Эти все акценты создают полную картину этого маленького комьюнити еще более живой. Поэтому, друзья, спасибо, что посмотрели. Делитесь данным роликом с друзьями, подписывайтесь на данный канал, пишите ваше мнение по поводу того, как вы относитесь к этой серии. И да пребудет с вами Сила Логики. Спасибо, что смотрите. Пока.